Мы говорим об изменении вашего образа мышления, об изменении всей массы мыслей, которые вошли в ваш разум и мышление и сформировали то, как вы мыслите и как вы все видите. Вы знали, что вы видите не своими глазами, вы видите своим мозгом, который является инструментом вашего разума, потому что мы с вами можем смотреть на одну и ту же вещь и видеть две разные вещи. И это то, чем мы занимаемся, изменяем наш образ мышления. Старый образ мышления – это путь проклятия. А вы мыслите в соответствии с проклятием. В большинстве случаев оно говорит «я не могу». Я хочу добавить кое-что к тому, о чем проповедовал брат Кейт Мур. Он сказал «никогда этого не говорите». Никогда не говорите «я не могу». Никогда не говорите «я не могу этого сделать, я слишком слабый». Никогда этого не говорите. Почему? Потому что Писание говорит «не говорит так». Оно говорит «слабый, пусть говорит я силен». Да, но я говорю как оно есть. Что ж, именно поэтому оно и остается как оно есть. Но я просто не могу называть несуществующие, как существующие. Знаете, если я не могу этого увидеть, я не могу этого сказать. Неужели? Тот же самый человек выйдет на крыльцо дома. Сюда. Собачка. Сюда, собачка. Что вы делаете? Я зову собаку. Вы говорите «вы зовете собаку?» Да, сюда, собачка. Вот сюда, здесь. Но собаки здесь нет. Я знаю, что собаки здесь нет. Я ее зову сюда. Я думал, вы сказали мне, что не можете называть несуществующие, как существующие. Вам нужно говорить «сюда, кот, здесь», потому что здесь есть кот. Но вот о собаке здесь нет. Но мне нужна собака. Я знаю, но собаки здесь нет. Сейчас здесь кот. Поэтому вы должны говорить «Сюда, кот, здесь». И тогда, может быть, прибежит собака. И когда сюда прибежит собака, вы скажете «Сюда, собачка». Когда вы ее уже увидите. Или, может, вам лучше подойти к печке или плите и сказать «Дай мне тепло, и я подброшу в тебя дров». «Дай мне тепло, и тогда я включу газ». Так вы замерзнете, мой друг. Оно так не работает. Но наш старый образ мышления говорит нам, что оно так работает. И дьяволу обманом удалось тянуть нас в то, что Иисус назвал быть осужденными от слов своих уст. Иисус сказал «от слов своих оправдаешься» и «от слов своих осудишься». И вы дадите ответ за всякое праздное, бездействующее или за всякой лишенной веры слово, которое исходит из ваших уст. Так вам остается мало что говорить. Этот старый образ мышления должен быть заменен. Его нужно выкопать оттуда, потому что то, как вы мыслите, будет формировать то, что вы говорите. А что вы говорите, то вы и имеете. И посмотрите в книге пророка Исаии, 52 глава, 14 стих, затем 53 глава Исаии, это Иисус на кресте, 54 глава Исаии, Иисус воскрес, сидит по правой руке отца, и сейчас Бог обращается к его семени. Аминь. Он обращается к телу Христову в 54 главе Исаии, 17 стих. «Ни одно орудие или оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание или праведность их от Меня», — говорит Господь. Он говорит о вещах, которые сказаны. «Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. И не только в суде. Это включает в себя что-то гораздо большее, чем просто судебный процесс, суд или еще что-то. Это что-то повседневное. Когда вы узнаете, что Он сказал, «Мои пути выше путей ваших», «Мои мысли выше мыслей ваших», о чем Он говорит? Он говорил, исходя отсюда. Иисус пошел на крест, воскрес из мертвых, заплатил цену за грех Адама, претерпел его наказание, и затем воскрес из мертвых. Господь и защитник новой расы людей, сотворенной заново, наделенной силой Духа Святого, сверхъестественной расы Божьих, мужчин и женщин, цвет кожи которых не имеет к этому никакого отношения. Нет ни иудея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского. Но если вы Христовы, то вы семя Аврамовы, наследники, согласно благословению Господнему. Слава Богу, и я счастлив от того послания, которое проповедую. Слава Богу! Да? Да. Аминь. Мы не зависим от того, чтобы жить за счет друг друга. Мы зависим от того, чтобы служить друг другу. Я не зависим от того, что вы можете для меня сделать. Я зависим от того, что я могу для вас сделать. И говорю вам, потребовалось какое-то время, чтобы прийти к этому. Вы не станете такими за одну ночь. Вы должны продолжать сеять это в себя и говорить это. принимать эту мысль и говорить это. Принимать эту мысль и говорить это. Принимать эту мысль и говорить, и в конечном итоге это вымоет оттуда все другое. И именно так вы и начинаете все время думать. Тогда это сможет выходить изнутри наружу. Благословение Господне там. Когда вы родились выше, оно вошло туда как семя, и затем оно начинает расти. Это плод Духа. Оно начинает расти, и в конечном итоге оно начнет выходить из вас. И вы не делаете каких-то глупых вещей, вы не говорите какие-то глупости, вы не являетесь человеком с двоящимися мыслями и так далее, чтобы заглушать и останавливать это. Это то, о чем проповедовала Глория, опираясь на это, о чем учил Иисус в 4 главе Евангелия от Марка. Есть пять вещей, которые используют сатана, чтобы заглушать Слово Божье, так, чтобы оно не приносило плод, чтобы останавливать благословение Господне. Слово Божье – это благословение Господне. Я выбрал питать свое тело питательной пищей. Я должен был это сделать. Когда-то я весил на 45 килограмм больше, чем вешу сейчас. Я должен был принять это решение, что если Слово Божье говорит, что не стоит чего-то есть, я не буду это есть. Я просто принял решение, что я не буду этого делать. Это храм Духа Святого. Это храм Духа Святого. Оно не мое, чтобы мне выбирать. Мое тело – это сосуд Евангелия на земле. Я должен хранить его здоровым. Мне не нужно постоянно пить какие-то лекарства. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Почему? Потому что я здоров. Вот почему. Но я не полагаюсь на то, что еда будет делать что-то большее, чем просто питать мое тело. Я не полагаюсь на витамины. Я не полагаюсь на занятия спортом. Я занимаюсь спортом, но я не полагаюсь на эти занятия спортом. «Я полагаюсь на Слово Божье». Слово Божье — моя сила. Слово Божье — мое здоровье. Слово Божье — моя жизнь. Аллилуйя. И оно течет в мою плоть. Оно течет в мой разум. И обновляет мой разум, чтобы думать так, как думает он. И тогда мы оба соглашаемся, и мы с ним можем двигаться вместе. Давайте поговорим немного об этой фразе. Мои пути. Давайте посмотрим это местописание. 55 глава Исайи. «Мои мысли не ваши мысли. Ни ваши пути пути мои, говорит Господь». Однако, 1 Коринфянам 2,16, обращаясь к телу Христову, говорит, «Кто», оно цитирует местописание из Ветхого Завета, «кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Или мог учить его?» Это цитата из Ветхого Завета. Потому что падший человек в своем падшем состоянии не думал так, как думает Бог. Бог, и его пути не были путями Бога. Они были путями этой вавилонской системы. Но, Писание говорит в 1 Коринфянам 2,16, «А мы имеем ум Христов. Мы имеем его. Наши мысли — это его мысли. Мы способны мыслить его мыслями. Но если бы мы были заражены и заполнены этой другой системой, тогда вам придется изменить свой образ мышления, вам придется обновить свой разум. И 2 стих 12 главы послания к римлянам скажет вам очень ясно, что обновление разума поможет вам и даст вам возможность быть способными подтвердить совершенную волю Божью в вашей жизни. Подтвердить ее. Как вы подтверждаете ее? С сопровождающими знамениями. Поэтому оно там, оно доступно. И оно должно быть приведено в действие верой. И Слово Божие должно стать вашим образом мышления. Я скажу это еще раз. Вы принимаете решение. Слово Божие является окончательным авторитетом в моей жизни. Все, что Он говорит, является правильным. Если Бог говорит, что это правильно, значит это правильно. Если Он говорит, не влезай в долги, тогда я не буду влезать в долги. Если Он сказал так, я буду так делать. Да, но... Вот снова ваше да, но... Что если... Нет, 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 даже не начинайте. Я просто не могу представить, как это сделать. Что ж, это не ваше дело представлять это. Ваше дело изменить то, как вы думаете. Когда вы посвящаете себя тому, чтобы держаться этого, Он начнет учить вас, и тогда вы будете видеть, как делать определенные вещи. Откуда я это знаю? Основываясь на том, что Бог повелел Иисусу Навину. Помните, что сказал Бог? Бог, если ты будешь размышлять над Моим словом день и ночь. Как вы размышляете над чем-то? Вы не можете одновременно размышлять сразу над целыми главами. Вы берете какие-то стихи Писания. И особенно, если они относятся к вашей ситуации. Вы берете стихи Писания, и вы начинаете думать об этом и думать об этом. И вы принимаете решение. Это то, что сказал Бог. Поэтому это правильно. Все, о чем я думаю, идя вразрез с этим, является неправильным. Это является окончательным авторитетом в моей жизни. Ранами его вы исцелились. Мне так больно, что у меня даже волосы болят. Но Писание говорит, ранами его вы исцелились. Я начинаю размышлять над этим. Я начинаю думать об этом. Я принимаю решение. Это правильно. Это на первом месте. Неважно, как я себя чувствую, это правильно. И я применяю свою веру в это. Но теперь, когда я исцелен, как это меняет данную ситуацию? Неважно. Есть еще боли или нет? Возможно, она еще есть. Но я размышляю. Понимаете? Я принимаю мысль и говорю ее. Бог сказал, размышляйте над Моим словом день и ночь. Делайте это день и ночь. Думайте об этом. Четвертая глава притчи говорит, храните его у себя перед глазами. Храните Слово Божье в своем сердце. Преклоните свое ухо к речам Моим. Что это значит? Избавьтесь от «да, но». Что если? Если Бог так сказал, так оно и есть. Я преклоняю свое ухо к Его речам. Неважно, могу я это представить или просчитать или нет. Он покажет мне. Он уже все просчитал. Поэтому он будет учить и обучать меня. Когда я впервые увидел, как кто-то съезжал с горы на лыжах, так плавно скользя, я подумал, как они это делают. Мне хотелось это сделать. Я пробовал это сделать. Но я не съехал. Я скатился с той горы. Я не знал, что мои дети и вся моя семья наблюдали за мной. Это было где-то второй раз, когда я вообще катался на лыжах. Я взял свои палки и бросил их так далеко, как только мог. Снял лыжи и начал подниматься пешком обратно на холм. И сказал, не знаю, буду ли я еще когда-нибудь на них кататься. Кейли и все остальные стояли там и смеялись надо мной. Но потом они спустились вниз. Я сказал, как они это делают? Как они это делают? Когда я поднимался туда и начинал съезжать вниз, у меня так не получалось. Что я должен был сделать? Я должен был взять инструктора, чтобы он сказал мне, как он это делает, и потом практиковаться, практиковаться и практиковаться. Возвращаться к этому снова и снова, пока я не изменил свой образ мышления. И я не начал кататься на лыжах лучше, чем он, но он постоянно на них катается. Я катаюсь на них только пару раз в год, но я начал кататься на них достаточно хорошо, чтобы наслаждаться этим. Я начал кататься на них достаточно хорошо, так что я мог спускаться с горы, как в слаломе, и считал, что выглядел неплохо. Аминь. Мне было все равно, как я выглядел для остальных. Я отлично проводил время, мне было весело. Что ж, я не мог представить, как управлять самолетом. Я вполне мог представить, как оторвать его от земли. Но я не мог представить, как вернуть его на землю, не ударившись о нее. Это плохо удариться о землю. Вы понимаете, это действительно плохо. Джесси Деплентис. Когда у него появился его первый самолет, они летели куда-то, и он подсел к пилотам в кабину. Он попросил второго пилота пересесть назад, а сам занял его место. И его пилот научил его тому, как пользоваться радиосвязью, научил его, как вести переговоры с диспетчером, дал ему немного подвигать штурвал, показал ему, благодаря чему самолеты летают и так далее. И Джесси приходит со своей широкой улыбкой и говорит, «Брат Копланд!» Я спросил, что Джесси? Он сказал, «Брат Копланд!» Знаете, я вместе с Джеком управлял своим самолетом. Я сидел впереди на месте второго пилота. И он сказал, «Я почти могу посадить этот самолет!» Сказал Джесси, «Почти посадить!» Это крушение. Должен признать, мы постоянно сильно мучаем Джесси. В своем разуме я не мог представить, когда учился, как вернуть этот самолет на землю. Там ведь нет никаких тормозов. Вы не можете просто остановиться и опуститься на землю. Не можете. Аминь. Я никогда об этом не переживал, я никогда об этом не размышлял. Я понимал, что инструктор будет это знать, и мне нужно у него научиться. Я принял решение летать, и поэтому... Что я должен был делать? Я должен был делать то, что он говорил мне делать, потому что он уже знал, как это делать. Вам нужно научиться делать то, что Бог говорит вам делать, потому что он уже знает, как это делать. Он, ваш инструктор, Дух Святой, был дан вам для того, чтобы вести и наставлять вас на всякую истину, учить вас, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя. Я молюсь, чтобы каждого человека, который меня сейчас слышит здесь, в этом зале и по всему миру, коснулась сегодня сила всемогущего Бога. Мы принимаем это. Мы принимаем это. Мы принимаем это. Мы принимаем. Во имя Иисуса. Вы принесли с собой сегодня Библию? Поднимите ее. Это моя Библия. Я верю. Это слово Бога, обращенное ко мне. Я являюсь тем, кем она меня называет. Я могу то, что она говорит, я могу. Во имя Иисуса. Слово Божье является окончательным авторитетом в моей жизни. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Давайте откроем сегодня наши Библии. Первым делом на 17 главе Евангелия от Иоанна. Иоанна 17, 23. Иисус молится прямо перед тем, как идти потом на крест. И прежде, чем мы это прочитаем, давайте прочитаем 20 стих. Если это молится Иисус, разве вы не знаете, что Он высвободил свою веру, когда молился об этом? Богу невозможно угодить без веры. Разве вы не знаете, что Он планировал, чтобы это исполнилось? Он молился об этом не просто для того, чтобы провести небольшое церковное служение прямо перед тем, как пойти на крест. Он молился об этом с конкретной целью. 20 стих. «Не о них же только молю», имея в виду своих учеников и тех, кто окружал Его. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». А, это включает в себя всех в этом зале. Всех, кто смотрит эту запись по интернету, по телевизору. Я имею в виду, что все здесь уверовали в Него либо прямо, либо косвенно. По слову тех людей, которые присутствовали там тогда, когда Иисус молился этой молитвой. Аминь. Он молился обо Мне. Он молился о вас. Скажите это. Он молился обо Мне. Поэтому я верю, что получаю это. Я соглашаюсь с этим. Все, о чем Он молился, является Моим. Я принимаю это сейчас. Я верю Любви. А теперь посмотрите сюда. Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них. И Ты во Мне. Да будут совершены, сделаны совершенными, зрелыми, воедино. И допознает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Религия никогда не беспокоилась о том, чтобы сказать мне это. И, конечно, дьявол никогда об этом не упоминал. И я впервые прочитал это, будучи студентом университета Орла Робертса. Я подумал, эй, этой молитвой молился Иисус. Мне лучше высвободить свою веру в отношении этого. И все было довольно неплохо, пока я не дошел до этого места. И, о, мои колени начали трястись. Иисус сказал, что ж, это сказал Иисус. Это сказал Он. Это слова Иисуса. Он это сказал. Он. О, Господь! О, Господь! Понимаете, когда я поступил в университет Орла Робертса, мне по-прежнему не давали покоя мысли о той жизни, которой я жил до того, как принял спасение. Я считал, что своими грехами я лишил себя права быть проповедником. Но Бог не оставлял меня в покое в отношении этого призвания. И это постоянно меня беспокоило. Это одна из причин, почему я испытывал с этим столько трудностей. Но, наконец, я наткнулся на место Писания, в котором говорилось, «Призвания Божьи не приложены». Он никогда не передумывает. Он назвал остыковыми. Еще до основания мира. И он не передумал. И не передумает, аллилуйя. Аминь. Бог знал вас еще до того, как появился грех. Он знал вас еще до того, как появился дьявол. Аминь. И именно так Он на вас по-прежнему и смотрит. Именно так Он вас по-прежнему и любит. Аллилуйя. И я сказал это... Я сказал, Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Меня? И я прочитал это еще раз. Я подумал, «О, Боже мой». Понимаете? Во мне по-прежнему был страх. Но когда вы поступаете таким образом, это будет вымывать этот страх. Именно это и происходит. Я говорю о Его любви ко мне. Я верю в Его любовь ко мне. И я посмотрел на это и подумал, «О, да». Знаете, это единственное, что является вполне логичным, потому что Писание говорит, «Все это для того, чтобы многие сыновья могли быть приведены во что?» «Славу». Разве мы не об этом только что прочитали? «Слава». Да, брат Копланд, но... «Все согрешили и лишены славы Божьей». Я знаю это. Я тоже согрешил и лишился ее. Но Бог не оставил меня без нее. Знаете, вместо того, чтобы постоянно цитировать это каждый раз, когда говорится о чем-то хорошем, вам стоит прочитать это. Откройте послание к римлянам. Пора вам избавиться от этого. Вы пытаетесь сделать потрясающий, мощный стих Писания ярлыком греха. А он таковым не является. Откройте третью главу послания к римлянам. Не закрывайте это место. Не читайте пока его, не смотрите пока туда. И позвольте у вас спросить, кто из вас знаком с этим местом Писания? «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки». Вы знакомы с этим? Да. Но не так, как вы знакомы с тем, что «все согрешили и лишены славы Божьей». Это может цитироваться на улице кому-то, кто уже три месяца не был в церкви, или, возможно, был там всего два раза в своей жизни. Есть некоторые церкви, неважно, если вы сходили туда один раз, они проповедуют об этом каждое воскресенье. «Все согрешили и лишены славы Божьей». И затем хотя бы одно воскресенье в месяц. Они проповедуют о жале во плоти Павла, от которого невозможно избавиться. А как насчет этого? Правда или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих? «Ибо нет различия». О, разве это не сильно? Итак, ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Вот ваш стих про «все согрешили и лишены». Этот стих говорит, «Нет, я не оставляю вас лишенными славы Божьей. Я не оставляю вас во грехе. Я возвращаю вас назад, и я возвращаю вам вашу славу». «Я сам счастлив от того, о чем проповедую». Аллилуйя. Слава Богу. И я могу добавить это к тому, о чем уже говорил вам раньше. Понимаете? Каждое утро вы можете нести это на свое рабочее место. Я праведность Божья. Что это значит? Он предоставил мне определенные права. У меня есть права благословения Господнего. Вы когда-нибудь слышали о праве и благословении первенца? Быть первенцем. Это большое дело, верно? Вы узнаете, что Иисус больше не единородный Сын Божий. Нет, нет. С тех пор, как Он воскрес из мертвых, Писание называет Его первородным. Первенцем. Он первенец. Он имеет все права благословения первенца между многими братьями. Ну, а мы... Мы... Сонаследники. У нас есть права первенца. Мы стоим в праведности Божьей. Мы больше ничего не лишены. У нас есть права благословения первенца. И почему Дух Святой сейчас кормит вас этим с ложечки? Чтобы вы верили любви. Верили, что Он любит вас. Верили, что Он заботится о вас. Он любил вас еще до греха. Он любил вас во время греха. Он любит вас после греха. Слава Богу! Аминь! Хорошо! Давайте вернемся к 17 главе Иоанна. Аллилуйя! И мы начнем все это увязывать. И вам нужно прочитать всю эту главу. Она настолько сильная. Но давайте посмотрим на самый последний стих. «И я...» Итак, Иисус обращается к Отцу. Верно. «И я открыл им имя Твое и открою...» В английском переводе Библии здесь стоит двоеточие. Точно так же, как и в 13 и 14 стихах 3 главы Послания к Галатам. Его можно заменить словом «чтобы» или «да». «И я открыл им...» «Да любовь, которую ты...» Он обращается к Отцу. Верно. Он обращается к великому Богу Всемогущему. К Богу Всевышнему. Который есть любовь. Который есть свет. Который есть жизнь. Аминь! «Да любовь, которую ты, Бог, возлюбил меня, Иисуса, в них будет...» Подождите минутку. Вернитесь на минутку назад. Нет, нет, нет. «Не любовь, которой Иисус любит нас, да будет в нас». Это часть этого. Это есть. Но Он сказал не это. «Я открыл им имя Твое, да любовь, которую ты возлюбил меня». Любовь, которой Он возлюбил. Единственный совершенный человек. Единственный человек, который когда-либо был совершенным. «Чтобы Бог любил меня этой любовью?» Нет, нет, нет. Вернитесь на минутку назад. Он сказал не это. Конечно. Он любит вас этой любовью. Он только что сказал, что Он любит вас так же сильно, как Он любит Иисуса. В Иисусе вы совершенные. Аминь. Вы в Нем. Так, подождите минутку. Прочитайте это так, как оно написано. «Дабы любовь Всевышнего Бога, который возлюбил Иисуса, могла быть в вас». Не просто любить вас. Но чтобы Бог Всемогущий, Всевышний Бог, который возлюбил Своего Единородного Сына, мог быть в вас. Не говорите мне, что вы не можете любить кого-то, кто плохо с вами обошелся. Не говорите мне, что вы не можете простить. Не говорите мне, что это не является чем-то сильным. Неудивительно, что сказано, что любовь никогда не перестает или не терпит поражения. Неудивительно, что сказано, тот, кто исповедует Иисуса Христа как Господа, Бог в Нем. И Он в Боге. И любовь Божия пребывает в Нем. Это любовь, которой Бог возлюбил Иисуса. И Он вложил ее в ваш дух и дал вам право использовать ее, чтобы любить грешника. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородному, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И та же самая любовь в вас. Та же самая любовь есть в вас. И когда вы начнете ходить в ней и практиковать ее, и практиковать ее, вы не просто познаете любовь, но верите ей и развиваете взаимоотношения с Ним. И вы начинаете ходить в этом, и это начинает возрастать в вас. О, вы начинаете видеть определенные вещи. И вы даже не знали, что вы их знали. Почему? Там Бог. Там Бог. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его и давать Ему указания. А мы имеем ум Христов. У вас есть Его любовь. И у вас есть Его ум. У вас есть Его дух. И у вас есть Его имя. У вас есть Его всеоружие. И у вас есть все, что Он унаследовал. У вас есть благословение. Писание говорит, вы были тьмой, но теперь вы свет, рождены от света, облекитесь в оружии света. Разве Слово Божие не говорит, что Слово стало плотью и обитало среди нас? Разве речь шла небо Иисусе? Подождите минутку. Подождите. Как насчет того, что вы рождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век? Когда вы родились свыше, вы были сотворены во Христе Иисусе. Вы были рождены от того же самого Слова. То же самое Слово, которое привело на эту землю Иисуса, привело на эту землю вас. Благодаря тому же самому Слову, вы стали новым видом существа, новым творением. То же самое Слово заново сотворило ваш дух. Вы были рождены от света. Вы были рождены от Слова Божьего. Вы были рождены от любви Божьей. Более того, Бог мог бы наполнить вас ангелом. Но нет, нет, он не доверил вас какому-то ангелу. Он не доверил вас. Он мог бы сотворить какое-то особое существо, которое бы приходило и учило вас Слово Божьему, которое было бы великолепным, потому что он великолепен. Нет, 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 нет. Нет, епископ, нет, нет. Не для его сына. Нет, нет. Не для его человека. Он доверил вас только самому себе. Он сказал, нет, нет. Посмотрите. Я буду учить епископа Хаггинса. Я буду учить его. Я буду подкреплять его. Я вкладываю в него свою любовь. Я вкладываю в него ту же самую любовь, в которую я возлюбил Иисуса, чтобы ей любить эту церковь. Я помещаю его туда, во все эти места, точно так же, как я бы поместил Иисуса. Я вкладываю в его руки ту же самую исцеляющую силу. Я обываю его ноги в ту же самую силу Евангелия. Я даю ему то же самое всеоружие, которое взял Иисус в 59 главе книги Исаии. И в 6 главе посланники все нам говорится, вы облекитесь во всеоружие Божье. У вас есть право носить его. У вас есть право носить его. У вас есть право на благословение Демского сада. И он превратит вашу пустыню в Божий сад. Аллилуйя. Слава, 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 слава. Верьте любви. Верьте, что она в вас. Верьте, что она никогда не терпит поражения. И верьте, что это Бог. Становясь теми, кто постоянно помышляет о том, что в нем есть любовь Божья. И затем вы начинаете практиковать эту любовь. И мы с вами читаем этот Новый Завет. И апостол Павел, Боже мой, он наш герой. И в моих глазах он не может поступить нечестно. В моих глазах, о, скажу вам, я люблю его. Я люблю человека, который встает и говорит, я хвалюсь скорбями. О, да, человека. Который встает и говорит, да, давай, Сатана, давай. Потому что, когда я слаб, именно тогда я силен силой Божьей. Не важно, насколько я подавлен, не важно, сколько всякой ерунды ты, дьявол, на меня выливаешь, где-то здесь есть помазание, чтобы победить это. Аллилуйя. О, аллилуйя. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. И дальше, в первом послании Ана 5, 18. «Кто хранит себя...» Как? «Хранит себя в любви». Кто хранит себя в любви? Кто хранит себя в этой заповеди любви? Любовь покрывает множество грехов. Вы храните себя в этой заповеди любви. И сказано, что «Кто хранит себя...» 1 Иоанна 5, 18. «Кто хранит себя, тот не грешит, и лукавый не прикасается к нему». Не говорите мне, что это хождение в любви не стоит всего, что для него требуется. Аллилуйя. Аллилуйя. И апостол Павел говорит, «О-о-о! Все, что ты будешь приводить на меня». У апостола Павла было соглашение о сотрудничестве с Иисусом. Иисус говорил с ним об этом до того, как послал его с такого рода повелением. И пусть у вас не складывается представление, потому что с тех пор никто не должен был получать такого рода повеление. Этот человек должен был подтвердить, показать на практике новый завет, новый завет Иисуса на миссии. И Иисус сказал, «Я показал ему, что он должен будет претерпеть за мое имя». Я показал ему. У Иисуса было с ним соглашение о сотрудничестве. И именно поэтому апостол Павел сказал, «Что бы ни приходило, я буду побеждать это Словом Божьим. Я буду побеждать это. Скорби, бедствия, я побеждаю их. Раны, я побеждаю их». Аминь. Аллилуйя. Почему? «Достаточно для меня его благодати». Это не говорило? Нет. Он должен у тебя оставаться. Павел сказал, «Трижды просил я Господа о том, чтобы удалил от меня этого посланника сатаны». Но Иисус сказал, «Нет, достаточно для тебя моей благодати». Ты удали его. Моей благодати достаточно. Не проси меня удалить его, ты удали его. Разве это не тот же самый человек, который написал о всеоружии Божьем? Разве это не тот же самый человек, который написал «Изгоняйте дьявола». Разве это не тот же самый человек, который написал все эти разные вещи? Да, тот же самый. У него было откровение об этом, и именно поэтому от него требовалось использовать это, поскольку у него было откровение об этом. У него было много Откровение для того, чтобы показать на практике и записать кровный завет Иисуса, чтобы исполнилась пятая глава первого послания Иоанна. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Ничто в этом мировом порядке не может победить веру Божью. Такого не существует. Никакой бес, никакой человек, ничто на этой земле не может победить веру. Но вера действует любовью. Давайте откроем наши Библии на Евангелии от Иоанна. И это будет 16 глава. Это будет нашим базовым местом Писания, с которого мы сегодня начнем. И затем мы будем стоять на этом. Это будет нашим основанием. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Посмотрите, пожалуйста, 13 стих. Иоанна, 16, 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Это замечательно, не так ли? «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вот один из наиболее потрясающих стихов Писания. И действительно требуется вера, духовная решимость и просто обыкновенная смелость, чтобы поверить в это. «Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». По-вашему, это включает в себя вас и меня? Аминь. Иисус для того и пришел, чтобы стать мостом. Он назван посредником между Богом и человеком. Мостом между Богом и человеком. Бог никогда не планировал. Дьявол солгал в Эдемском саду, сказав Адаму и Еве, что Бог не хотел, чтобы они что-либо знали. Бог хотел, чтобы они все знали. Все знали. Аминь. Бог не хотел, чтобы они знали зло, переживая его. Бог хотел, чтобы они узнали о Нем от Него и имели власть над злом. Понимал ли Иисус разницу между добром и злом? Должен ли был он согрешить, чтобы узнать, что это такое? Вовсе нет. Как Иисус узнал. Он был научен Духом Святым. Научен из Писания. Аллилуйя. Это то, что Бог запланировал для Адама. Но Адам так и не позволил зайти этому достаточно далеко. Поэтому Иисус ликвидировал этот разрыв для того, чтобы дать нам все, что у Него есть. Аллилуйя. Это потрясающе. Чем больше вы размышляете над этим, это потрясающая мысль. Но это то, что делает любовь. Любовь ничего не удерживает и не утаивает. Это ложь дьявола. Это религиозная ложь, что Бог делает сложным понимание Его воли. Не так давно я слышал кое-кого по телевизору. Он говорил о воле Божьей. И этот человек выглядел настолько ошеломленным. И он спросил, «О, ну, кто-либо мог ее знать? Волю Божью?» Я сказал, «Я». Именно так думает естественный разум. И естественная религия убедила людей в этом. Но Иисус является мостом между тем, чего мы не знаем, и всем тем, что Бог знает. Аллилуйя. Аминь. И? Я изучал и молился. И когда я размышлял над этими вещами, из моего духа вышло. Я записал это в своей Библии. Я хотел, чтобы вы услышали, «Это именно так, как оно вышло из моего духа». Я молился. И это просто вышло из моих уст. Из моего духа. Это не было чем-то, о чем я осознанно думал, но это было что-то, о чем я молился, чтобы твердо понять водительство Господа, волю Божию для моей жизни, моего призвания, этого служения. Куда оно должно было двигаться? Что я должен был делать? И я сказал Господу, я сказал тогда, «Я знаю, ты ничего не утаиваешь. Это я недостаточно хорошо и быстро слышу. И я хочу слышать лучше». Я снова прочитал эти стихи. И вот что вышло. «Это просто вышло из моего духа». Я сказал, «О, слава Богу, я знаю, что нет проблем со слышанием духа святого». И посмотрите, что он сказал. «Когда же придет он, дух истины, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит». Аминь. Поэтому проблема не в том, что он не говорит. Он не является уклоняющимся от своих обязанностей отцом. «О, Бог никогда мне ничего не говорит». А вы не думали, что, возможно, это вы никогда не слышите? А не он никогда не говорит. Возможно, такое, что проблема в вас, а не в Боге. Аминь. Проблема никогда не бывает в том, что Бог не исполняет свое слово. Проблема всегда в том, что это мы не принимаем, потому что он уже сделал свою часть. Он послал Иисуса на крест. Он победил ад. Он победил тьму. Он победил всех врагов человека. И он охотно и свободно протянул руку своей любви и своей милости, чтобы принести благословение Авраама всем остальным нам. Слава Богу! Аминь. Поэтому, дело не в том, что Бог чего-то не сделал, а в том, что мы не приняли то, что Бог уже сделал. И когда эта концепция постоянно находится на переднем плане ваше мышление, и вы никогда не позволяете себе думать как-то иначе, просто удивительно, как быстро все начинает отвечать и реагировать на то, что, как Бог сказал, будет происходить в своем слое. И когда я помолился таким образом, я сказал, «Господь, я знаю, что нет проблем со слышанием Духа Святого, поэтому проблема во мне». Потому что Он будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам то, что грядет. Сколько всего еще должно произойти прежде, чем «я, наконец, буду на шаг впереди»? Он сказал, «Будущее, то, что грядет, а не то, что уже произошло». Аминь. Если бы вы получали достаточное водительство от Духа Святого, чтобы знать, что грядет, вас было бы трудно потрясти, не так ли? Аминь. А вот когда вы узнаете об этом уже только после того, как оно произошло, вот, только не снова. Аминь. Если бы я знал об этом вчера, вы могли бы. И это стыдно, когда вы узнаете, что вы всегда могли знать. Да, но, брат Копланд, я не проповедник, я... там ничего не говорится о проповедниках. Есть проповедники по всему миру, которые так же глупы, как и все остальные. Аминь. Нет. Это предназначено не только для апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя. Это предназначено для верующего. Аминь. Аллилуйя. И я сразу же сказал, Господь, прямо сейчас я принимаю решение слышать. Я прямо сейчас открываю свои уши по отношению к Тебе, Господь. «Я верю, что получаю». Я получаю и принимаю то, что Тебе говорит Иисус. О, в тот же момент определенные вещи начали течь через меня. Я подумал, Он послал Своё Слово, и оно исцелило их. Он послал Своё Слово, и оно исцелило их. Что ж, у меня есть записанное Слово. И я стою на этом во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. И когда я стою на этом записанном Слове, я принимаю и беру это своей верой. И я стою на этом во имя Иисуса. И я провозглашаю это своими устами. Что, по-вашему, всё это время делает Иисус? О, да. Вам достаточно прочитать третью главу послания к евреям, и вы узнаете. Он первосвященник нашего исповедания, поставленный Богом по чину Мелхиседека, который был первосвященником Бога. И Бог сказал ему пойти принять десятину Авраама и благословить Авраама. И Мелхиседек был послушен. Это уже седьмая глава послания к евреям. И там говорится, что Иисус в седьмой главе послания к евреям, что Иисус первосвященник по чину Мелхиседека. И объясняется всё то, что я только что говорил об Аврааме и о том, как Мелхиседек принял его десятину и благословил его. И дальше говорится, и здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живёт. В одном переводе Библии сказано, имеющие о себе свидетельство, что он живёт во веки. Он во веки первосвященник по чину Мелхиседека. И по этому чину он получил повеление от Бога быть верным вам, принимать вашу десятину и благословлять вас, говорить Духом Святым и возвещать, показывать вам всё, что есть у Бога, выводить вас на тот уровень, когда вы ходите в мудрости и подобии Божьем в этом больном и умирающем мире, который умирает вокруг нас, поскольку он не знает, что делать дальше. И эти ответы всё это время находятся здесь. И мы являемся частью их. Мы не являемся частью проблемы. И всё это просто такими вспышками загоралось в моём духе, и вдруг я услышал следующее. Я услышал слово от Господа, я услышал его внутри себя. Я не слышал слышимый физический голос. Если вы были там вместе со мной, вы бы этого не услышали. Но я услышал это. Брат Коплант, вы действительно это услышали? Я услышал это, начиная от кончиков волос и заканчивая подошвой ног, понимаете? Не обращай внимания или не строй никаких планов, основываясь на том, что говорят средства массовой информации или политики. Стой на моём слове в 16 главе Иоанна. Это то, что мы только что читали. Обращай внимание на меня. Я, Дух Святой, буду послушен 13, 14 и 15 стихам. Что он сказал? Я буду послушен. Я буду говорить то, что услышу. Я возвещу, покажу то, что грядёт. Вы видите, что он говорит? Дух Святой говорит, что будет послушен этому. Всё, что мы должны сделать, это высвободить нашу веру. Он будет послушен этому. Я покажу вам то, что грядёт. Я буду вести вас, помогая вам пройти трудные времена. У меня уже есть для вас план, и он очень хороший. Следуйте Ему. Дух Святой поможет вам не только пройти через всё. Он выведет вас на очень высокий уровень, в богатое место, в стабильное место победы. Вам придётся дисциплинировать себя и быть усердными, чтобы слушать меня. У всех остальных голосов будет план, слово, какая-то идея для вашего будущего и безопасности. Но не слушайте вавилонскую систему, она развалилась. Моя, Божья система сильна, как никогда. Моё царство процветает. И благословение Господне это то место, где нужно быть. Храните Слово Божье у себя перед глазами. Прислушивайтесь к Нему. Оно будет вести вас. Я исполню его. Любите меня, любите моих людей, как я возлюбил вас. Ходите в этом. Любовь никогда не терпит поражения, равно как и мой план. От этого хочется восклицать. Внимательно следите за тем, чтобы оставаться совершенно свободными от жадности и алчности. почему Он говорит об этом в экономически бедственной атмосфере. Потому что это не производит на Него никакого впечатления. Его план благословения Господне обогащает и печали с собой не приносит. Его план не основывается на Уолл-стрит или на том, что они делают или чего не делают. Аллилуйя. Аминь. Внимательно следите за тем, чтобы оставаться совершенно свободными от жадности и алчности. 1 Тимофея 6.10 «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторое». Поэтому сребролюбие и сильное желание чего-то это одно и то же. Отсутствие денег здесь говорится не это. Здесь говорится «сребролюбие» или «любовь к деньгам». Есть люди, которые совершают этот грех, при этом ничего не имея. Понимаете, вы развиваете сознание любви к вещам и деньгам. Боязнь потерять их — это то же самое. Когда вы начинаете строить планы, основываясь на своих деньгах и экономике, вам лучше быть поосторожнее. Какие-то вещи и желание иметь их заставляют вас строить ваши планы. 1 Тимофей 6.10 должно быть на переднем плане вашего мышления. Если вы будете делать эти вещи и пребывать в этом, вы войдете в ваше богатое место, в место превознесенное, место во мне, уже спланированное и приготовленное для вас сейчас, здесь, пока еще не на небесах. Но оно будет похоже на небеса, прямо посреди всех бед. И благою вестью Евангелия вы сможете простереться до огромного количества страдающих людей. Я очень скоро гряду. Скорее, чем вы думаете. Пусть ваши глаза будут всегда устремлены на меня. И вы сделаете эту работу. О, слава Богу! Аллилуйя! Аминь! И он кое-что сказал там о вавилонской системе. Давайте поговорим об этом. Вам нужно знать, что происходит и почему. вы не узнаете этого на занятиях по гражданскому праву, потому что они не знают. И большая часть церковного учения не имеет об этом ни малейшего представления. Фактически, мы сейчас посмотрим на кое-что в Библии, и когда мы будем это делать, это будет одно из этих «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», что-то вроде этого. Я читал это 6-летнего возраста, и я не знал, что оно говорит об этом. Со мной именно так и было. Или вы сидите там и вдруг говорите и вы поворачиваетесь к своему соседу. Вы это видели? И он говорит, что? Я ничего не видел. Это время для откровения о том, что вокруг нас происходит. Когда у вас есть откровение об этом, задумайтесь об этом. Возьмите, к примеру, тему веры. Мы поговорим о ней. В таком разрезе вы можете говорить о любой теме Библии, но подумайте о вере. Если вы знаете, что такое вера, и вы знаете, откуда она приходит, и вы знаете, что ее питает, и вы знаете, как высвобождать ее, возможно, у вас пока нет много веры, но вы достигли определенного уровня. Теперь вы знаете, как развиваться в ней. Если вы знаете, откуда она приходит, что это такое, и вы знаете, как питать ее, И вы знаете, как высвобождать ее Все, что вам нужно сделать, это взяться за дело Аминь Человек, который говорит Я просто не знаю О, мы просто не знаем Нет Вы никогда не знаете, что Бог будет делать О, брат Копланд Знаете Пути Господни неисповедимы Бог движется непостижимыми таинственными путями Нет, нет, нет Обратитесь к Новому Завету И вы будете шокированы тем Сколько раз Слово Божие говорит Братья, не хочу оставить вас в неведении У нас есть полное понимание знания и воли Божьей Слава Оно там Оно доступно Проблема в том Что вы просто религиозно позволяете своему мышлению и моделям Следовать и просто погружаться В этот религиозный мир предположений и догадок Ну, вы просто знали, что так говорит Слово Божье Ну, я просто знал, братом, что так говорит Библия Но она так не говорит И вам нужно узнать, что же на самом деле говорит Библия Нужно, чтобы не пастор и не я находил для вас Все нужные вам места Писания Обратитесь к Библии и сами Поищите их Бог будет открывать вам определенные вещи Точно так же, как Он будет открывать их мне Но вы должны изучить И стараться представить себя Богу достойными Аминь И некоторые из вас, как только я это сказал, сразу же выключились Нет, 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 нет Ну, Бог движется непостижимыми, таинственными путями Они непостижимы и таинственны только для тех, у кого нет духовного понимания Но нам дано знать тайны Божьи Аллилуйя Хвала Господу Это благая весть Было открыто нам Духом Его Давайте откроем четвертую главу послания к римлянам Мы сегодня будем читать много мест Писания Потому что я хочу, чтобы у вас здесь было твердое основание Послание к римлянам, четвертая глава Апостол Павел пишет о вере Шестнадцатый стих «И так по вере, чтобы было по милости Дабы обетование было не приложено для всех Для всего семени И помните третью главу к Галатам Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова И по обетованию наследники Не только по закону Но и по вере потомков Авраама Который есть Отец всем нам Как написано «Я поставил тебя отцом многих народов Пред Богом» Или как написано у меня в сноске «Подобно Богу, которому он поверил» Все, что Авраам и Авраам Имя которого было изменено на Авраам Все, что Авраам знал о вере, он узнал от Бога И он был не первым, кто доверял и верил Богу Но Бог заключил с ним кровный завет И научил его вере Поэтому подобно Богу Подобно Богу, которому он поверил Животворящему мертвых Оживляющему то, что было мертвым И называющему несуществующее Как существующее Несуществующее, как существующее Итак, сказано, что так делает Бог Аминь Бог когда-либо изменяется? Нужно ли Ему совершенствоваться? Нужно ли Ему возвращаться назад и говорить «О, я думаю, мы могли бы сделать это лучше» Нет, нет, Он с первого раза был прав Аминь Поэтому, если Он когда-либо называл Несуществующее, как существующее Он по-прежнему это делает Были ли у Авраама проблемы Из-за того, что он подражал Богу И поступал, как он И называл несуществующее, как существующее Нет, нет, Библия говорит, что Он принес славу Богу, делая это Об этом сказано прямо здесь же В четвертой главе послания к римлянам Итак, пусть это будет как брус На этом основании На котором мы здесь строим Для того, чтобы мы могли ясно видеть И понимать некоторые вещи В отношении того, почему оно так Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна Первая глава Первый стих Это очень известное местописание Но прочитайте его вместе со мной Очень внимательно Это именно то, о чем говорил апостол Павел Бог называет несуществующее, как существующее Не как несуществующее А как существующее В начале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Оно было в начале у Бога Все через Него начало быть И без Него Ничто не начало быть Что начало быть Ничто Без Него Здесь бы ничего не было Ничто не произошло И не возникло Вне Его Вы это понимаете? И вы должны это знать Бог Сделал это на еврейском языке Это язык сотворения мира Это очень важно Пометьте это где-то Если вам нужно записать это где-то Запишите Поймите этот факт И мы увидим это снова Буквально через минуту Ничто Никакая вещь Естественная вещь Материальная субстанция В еврейском языке Словом, означающим вещь Является слово Слово Понимаете? Если вы не говорите на еврите Вашему разуму придется Немного поработать над этим Поскольку в нашем мышлении Вещь и слово Это два совершенно разных слова Тем не менее Поймите, что в еврейском языке Вещь и слово Это одно и то же Ничто Никакая вещь Не начало быть Все Все вещи Через него Начали быть Все вещи Через него Начали быть Вначале было слово И слово было у Бога И слово было Бог И все Вещи Начали быть Через слова Я буду продолжать Пихать вас до тех пор Пока вы не перестанете Хлопать глазами Потому что мы работаем С этой информацией Она должна быть Представлена вашему разуму Но по мере того Как мы работаем Под помазанием Духа Святого Вы и я Он будет поднимать ее Из вашего духа И именно тогда Вы начинаете Видеть определенные вещи Это важно Оставайтесь со мной В нем была жизнь И жизнь Была свет Человеков Итак мы знаем Что Бог Есть любовь Писание говорит Что Бог Есть свет Какая энергия Какая энергия Лежит в основе Всех вещей Наука Наконец Догнала Первую главу Первой книги Библии Во всех вещах Есть Световая энергия Слава Богу Да будет свет И стал свет Солнечный свет Появился только На четвертый день Тогда Что было Этим светом Была высвобождена Световая Энергия Его Слава Что это было Слова Я думал Это были материальные вещи Да Аминь Откровение Его Слова Приносит Свет Это не просто Понимание Откровение Его Слова Приносит Световую Энергию Это то Чем является Помазание Уже Одного Этого Должно быть Достаточно Чтобы вы были Рады Что вы пришли Сегодня сюда Итак Бог Есть Любовь Вначале Было Слово И Слово Было У Бога У Любви И Слово Было Бог Была Любовь Все Через Любовь Начало Быть И Без Любви Ничто Никакая Вещь Не Начало Быть Начинает ли Вашем Духе Развиваться Какая-то Концепция В отношении Бога Вы Начинаете Осознавать Что Он Есть Все Во Всем Не У Него Есть Любовь А Он Есть Любовь Это Было Желанием Любви Все Эти Вещи Вышли Из Любви Все Эти Вещи Никогда Не Предназначались Быть Предметом Жадности Они Они Предназначены Не Для Того Чтобы Их Получать А Для Того Чтобы Их Давать Никогда Не Используйте Людей Чтобы Получить Какие-то Вещи Используйте Вещи Чтобы Благословлять И Любить Людей Слава Богу Любовь Сказала Наполненные Верой Слова Которые Сотворили Все Слова Сотворили Все Слово Это Шаблон Если Можно Так Сказать Я хочу Чтобы Вы Поняли О чем Я Говорю Мы Не Думаем Буквами И Словами Мы Думаем Образами Картинками И Эти Образы Становятся Основанием Для Того Как Мы Думаем Когда Бог Сотворил Например Животных И Эту Планету Землю Еще До Основания Мира У него Уже Все Это Было Совершено Спланировано Бог Точно Знал Как Оно Все Будет Например Когда Я Говорю Пес Вы же Ведь Не Думаете П Й С Но Когда Я Просто Говорю Пес Вы Можете Думать О чем Угодно Но Если Я Скажу Черный Пес Большой Черный Кудрявый Пес Большой Черный Кудрявый Пес С белыми Пятнами О Картинка Постоянно Меняется Большая Ужасная Злая Пятнистая Охотничья Собака Не важно Понимаете Чем больше Вы ее Описываете Что происходит Вы не Произносили Ничего Из этого По буквам Картинки Образы Меняются Бог Взял Эти Образы И Высвободил Слово Образ Наполненное Творческой Созидающей Верой И Стало Так Аллилуйя И Когда Бог Сотворил Человека Он Был Этим Образом Это Не Был Какой-то Внутренний Образец Бог Был Этим Образом Он Сам Был Образом Человека Бог Сотворил Человека Подобным Себе Не Просто Немного Похожим На себя А По Своему Образу Со Всеми Теми Же Самыми Характеристиками Со Всеми Теми Же Самыми Способностями Одна Единственная Разница Между Человеком И Богом Бог Был Первым И Человек Нуждался В Боге Аминь Бог Сказал И Он Увидел Бог Сказал И Затем Он Это Увидел И Это Важно Поймите Это Бог Сказал Свет Будь И Стал Свет Бог Сказал И Он Увидел Что Это Было Хорошо Но Он Увидел Только После Того Как Он Сказал А Не Так Что Он Увидел И Тогда Сказал Вы Понимаете Так Оно Не Работает Итак Нет Двух Или Трех Разных Систем Этого Есть Только Одна Его Система И Она Была Права С самого Начала И Ему Не Нужно Изменяться Итак Любовь Сказала Наполненные Верой Слова Чтобы Сотворить Все Вещи Все И Мы знаем Что Это Были Наполненные Верой Слова Потому Что Одиннадцатая Глава Послания К евреям Говорит О Вере Вся Эта Глава Посвящена Вере Начиная С веры Бога Затем Переходя К вере Авраама И так Далее Это Галерея Славы Веры Слава Богу Верой Там Сказано Верой Мы Понимаем И Познаем Что Бог Не смотрите На меня Так Аминь Откройте Послание К евреям Вам Нужно Смотреть На Это И Мы Я Стараюсь Не Торопиться Я Уже Отпроповедовал Это Самому Себе И Это Замечательно То К чему Мы Движемся И Мне Очень Хочется Побыстрее К этому Прийти Но Мне Придется Сбавить Здесь Темп И Успокоиться Чтобы Вы Могли Двигаться Вместе Со Мной 11 Глава Посланник Евреям Вера же Есть Осуществление Скажите Осуществление Вера же Вещи 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 Были Словами До Того Как Стали Вещами Которые Вещи И Вера является Осуществлением Их Вера Есть Осуществление Уверенность В Невидимом Мне Нравится Как Это Звучит В Расширенном Переводе Библии Он Расширяет Это Утверждение Если Вы Читали Тот Оригинал С Которого Это Было Переведено То Именно Это Вы И Услышали Своими Ушами Что Вера Является Осуществлением Тех Вещей Которые Пока Еще Не Открыты Физическим Чувствам Она Является Уверенностью Доказательством Этих Вещей Она Является Осуществлением Слов Становящихся Вещами Поэтому Осуществление Субстанция Этих Вещей Была Здесь Еще До Того Как Вы Могли Их Увидеть Поэтому Это Объясняет Следующее В В ней Свидетельствованы Древние Верою Познаем Что Веки Устроены Словом Божьим И эта Фраза Здесь Имеет Двойное Значение И она Была Переведена Преимущественно Говоря О нашей Вере Послушайте Это Еще Раз Верою Познаем Что Веки Устроены Словом Божьим Не Просто Что Мы Верою Познаем И понимаем Это Он Говорит Здесь Не Об Это Является Частью Этого Вы Должны Иметь Веру Чтобы Познавать И Понимать Это Но Он Говорит Мы Познаем И Понимаем Что Верой Бог Устроил Все Что Мы Видим Потому Что Перед Этим Он Сказал Вера Жи Есть Осуществление Вещей Поэтому Все Что Является Материальным Творческой Созидающей Субстанцией Была Вера В Словах Вначале Было Слово И Слово Было У Бога И Слово Было Бог Оно Было Вначале У Бога Все Все Вещи Через Него Начали Быть Были Сотворены Им Есть Еще Одно Местописание Которое Говорит Что Все Все Вещи Были Сотворены Для Него И Им Итак Верою Познаем Что Веки Устроены Словом Божьим Так что Из Невидимого Произошло Видимое И я Слышал Как люди Говорят Ну Бог Сотворил Небо И землю Из Ничего Откуда Вы Это Взяли Здесь Сказано Совершенно Не Это Ну Да Понимаете Брат Копланд Здесь Сказано Так что Из Невидимого Произошло Видимое Что ж Здесь Не сказано Что Оно Произошло Из Ничего Сказано Что Оно Произошло Из Того Чего Вы Не Можете Видеть Субстанцией Осуществлением Была Вера Которая Является Духовной Силой Для Того Как Оно Было Трансформировано Этой Духовной Субстанцией В Материальную Субстанцию Которую Вы могли Видеть Оно Началось В Духе Как Божья Субстанция Веры Сама Творческая Работа Бога Это Слово Наполненное Ей Вы Наполнили Заполнили Образец Верой И Раз Вот оно Слава Богу Это Все равно Что Взять Образец Какую-то Форму Залить В нее Необходимую Субстанцию И мы Воздаем Тебе Сегодня Хвалу И Благодарение И мы Приписываем Всю славу Бесподобному Замечательному Имени Иисуса Аминь Аллилуйя Давайте еще раз Обратимся К тому месту Писания С Которого Мы Начали В Евангелии От Иоанна Давайте Еще раз Сегодня Посмотрим На 16 Главу Иоанна Остаются Буквально Часы До того Как Иисус Пойдет На Крест И он Начинает Служить Своим Ученикам Во Время Последней Пасхальной Вечери Которая У них Была Перед Тем Как Он Пошел На Крест И Конечно же Он Уже Смотрит По Ту Сторону И Он Приготавливает Их И Он Также Приготавливает И Самого Себя И в Седьмом Стихе Он Говорит Следующее Я Истину Говорю Вам Лучше Для Вас Чтобы Я Пошел Ибо Если Я Не Пойду Утешитель Не Придет К Вам А Если Пойду То Пошлю Его К Вам И Затем 13 Стих Когда же Придет Он Дух Истины Утешитель Дух Истины Почему Дух Истины Назван Утешителем Потому Что Вы Познаете Истину И Истина Сделает Вас Свободными Когда Вы Знаете Истину Она Сделает Вас Свободными Вы Кое Что Увидите Сегодня Насчет Этого Он Оставит Вас На Вся Истину Ибо Не От Себя Говорить Будет Но Будет Говорить Что Услышит И Будущее Возвестит Вам Он Прославит Меня Потому Что От Моего Возьмет И Возвестит Вам Все Что Имеет Отец Есть Мое Потому Я Сказал Что От Моего Возьмет И Возвестит Вам Это Его Работа И Если Вы Примите Это Именно Это Он И Совершит Мы Говорили О Двух Системах О Благословении Божьем Провозглашенным Над Адамом В Эдемском Саду Это Была Завершающая Божья Работа В Сотворении Мира Давайте Обратимся К К К Бытия И Напомним Себе 26 Стих Первой Главы И Сказал Бог Сотворим Человека Или Человек Будь По Образу Нашему По Подобию Нашему И Довладычествую Над Рыбами Морскими И Над Птицами Небесными И Над Скотом И Над Всей Землею И Над Всеми Гадами Присмыкающимися По Земле И Сотворил Бог Человека По Образу Своему По Образу Божию Сотворил Его Мужчину И Женщину Сотворил Их Итак Он Сотворил Землю И Затем Он Своими Руками Сформировал Тело Человека И Затем Из Самого Себя Дал Рождение Его Духу Библия Говорит Что Он Вдунул В Человека Дыхание Жизни И Он Вдохнул Вдунул Это Дыхание Жизни В этих Словах Которые Я только что Прочитал Именно так Он Все Это И Привел К Существованию В Начале Было Слово И Слово Было У Бога И Слово Было Бог Оно Было В Начале У Бога И Ничто Никакая Вещь Которая Начала Быть Не Начала Быть Без Него Поэтому Ничто Что Начало Быть Не Начало Быть Без Него Аминь Мы знаем Что Писание Говорит Что Бог Есть Любовь Мы Видим Здесь Что Бог И Его Слово Одно И Что Библия Говорит Что Бог Есть Свет Также Сказано Что Бог Есть Жизнь Аминь Итак Он Высвободил Эту Вселенную Конкретно В то Время Раньше Никогда Такого Не Делалось Эту Славу Которая Была Проявлена Как Материя И Это Было Для Вас Аминь Он Сотворил Это Все Для Вас Он Решил Завести Семью Поэтому Он Начал Строить Аминь Он Построил Эту Вселенную Для Нас Вами Она Наша Давайте Обратимся Ко Второй Главе Ко Второй Главе Книги Бытия Так Совершены Небо Земля И Все Воинство Их И Совершил Бог К седьмому Дню Дела Свои Которые Он Делал И Почил В день Седьмой От всех Дел Своих Которые Делал И Он Почил Он Почил Потому Что Он Закончил Понимаете Он Закончил Он Все Сделал И Благословил Бог Седьмой День И Осветил Его И И И Он И Почил От Всех Дел Своих Которые Бог Творил И Созидал И Последним Его Делом Было В Освобождение Силы И Власти Благословения На Человека Сила Благословения Была Славой Которой Он Все Это Сотворил И Все Что Он Сотворил Было Сотворено Для Того Чтобы Поддерживать И Сохранять Жизнь Все Это Было Для Того Чтобы Поддерживать Жизнь Должны Были Быть Живые Вещи Все Было Живое И Оно Должно Было Поддерживать Жизнь Как Он Мог Закончить Если После Этого Он Должен Продолжать Питать То Что Он Сотворил Но Он Этого Не Сделал И Прямо Здесь Нам Говорится Каков Был Его План И Как Он Планировал Чтобы Все Было И Знаете Он Никогда Не Изменяется Аминь Он Никогда Не Изменяется И Никогда Не Сдается Он По Прежнему Будет Работать Над Этим Следующим Миллион Лет И Оно Будет Намного Лучше Чем Оно Сейчас Аминь Потому Которая По Какой То Причине Религия Практически Просто Уничтожила Ее Мы Практически Утратили Ее Силу Но Благодарение Богу Истину Невозможно Потерять Она Вернется Ее Невозможно Спрятать Она Прорастет Наружу Аминь То дерево Посреди Демского Сада Бог Посадил Его Там То дерево Посреди Демского Сада Принадлежало Богу И Его Плод Принадлежал Богу И Это Было Работой Адама Заботиться О том Дереве Адаму Принадлежал Весь Остальное Сад И У него Была Власть И Поручение От Бога С Помощью Благословения Божьего Проследить За Тем Чтобы Этот Сад Распространялся Рос И Наполнял Землю Пока Вся Земля Не Станет Эдемским Садом Это То Что Было Ему Поручено Но Это Одно Дерево Которое Росло Посреди Сада Принадлежало Богу Это Было Вложение Бога В это Место Вы Должны Помнить Что Бог Планировал Перебраться Сюда Я Как-то Раз Уже Вам Говорил Прочитайте Последнюю Книгу Библии Первые Последние Книги Идут Рука Об Раку И Бог Не Планировал Чтобы Этот Человек Продолжал Оставаться Не Знающим Добро И Зло Дьявол Солгал Ему Сказав Что Бог Не Хочет Чтобы Он Это Евангелие От Иоанна Все Что Имеет Отец Есть Мое И Он От Моего Возьмет И Возвестит Вам Это Всегда Было Волей Божьей И Бог Не Изменился Но Дьявол Солгал Адаму И Его Жене Сказав Что Бог Не Хочет Чтобы Они Это Знали Конечно Вы Знаете Продолжение Этой Истории Итак Что Здесь Была За Ситуация Почему Это Было Такой Проблемой Если Вы Проследите Все От Самого Начала Включая Служение Иисуса Библия Говорит Что Служение Иисуса Он Первосвященник Вовек Почину Мелхиседека Ему Предписано То же Самое Что Было Предписано Мелхиседеку Когда Бог Призвал Мелхиседека Первосвященник Божьего Взять хлеб И вино Элементы Завета И пойти Принять Десятину Авраама И Благословить Его Благословить Его Итак Бог Благословил Их Его План Очевиден Потому что Вы можете Проследить Его Через Все Слово Божье И Он Никогда Не Изменяется Он Всегда Тот Же Мы Приносим Нашу Десятину Первосвященник Наших Дней Берет Нашу Десятину И Благословляет Нас Это То Что Должно Было Быть Иисус Скажет Вам То же Самое Что Бог Сказал Адаму Это То же Самое Что Мелхиседек Сказал Авраам Благословен Авраам От Бога Всевышнего Владыка Неба И Земли Затем Позже Мы Видим Послание К римлянам Что Благодаря Вере Авраам Был Наследником Мира Он Поверил Тому Что Сказал Нелхиседек Поэтому Бог Планировал Что Когда Настанет Время Урожая Адам Встретится С Богом Посреди Этого Сада С Божьим Плодом С Его Дерева Аминь И они Сядут И весело Проведут Время Устроят Праздник В этом Саду Я имею Ввиду Что Бог В восторге От того Чтобы Праздновать Восклицать Прыгать Танцевать И отлично Проводить Время Это Язычники Начали Плакать В церкви Я не знаю Откуда Мы Это Взяли Но В любом Случай Что Адам Сделал Он Лишил Себя Привилегии Узнать О Добре И Зле От Бога Который Бы Посадил Его И Напитал Бы Этим Плодом И Позвольте У вас Кое Что Спросить Тратил Ли Бог Когда Либо Вашу Десятину На Самого Себя Нет Что Он Делает Он Тратит Вашу Десятину На Ваше Духовное Развитие Он Берет И Тратит На Ваше Духовное Развитие По крайней Мере Именно На Это Она И Должна И Должна Разве Не Так Поэтому Адам Самого Начала Упустил Эту Возможность Он Сорвал Этот Плод Зеленым Он Еще Не Был Готов Он Еще Не Был Готов Войти В Это Он Пока Еще Ничего Не Знал Когда Когда Пришло Время Бог Бог Посадил Его И Сказал Вот Некоторые Вещи Которые Тебе Нужно Знать И Он Он Напитал Его От Своего Дерева И Как Я Сказал Бог Никогда Не Изменяется У Него По Прежнему Происходит То же Самое Что Происходило И Тогда Он Закончил Свою Работу Он Почил От Дел Своих Но Когда Адам Сделал То Что Он Сделал Бог Сразу Ж Снова Взялся За Дело Чтобы Вернуть Назад Это Благословение Он Сразу Ж Взялся За То Чтобы Его Вернуть Вся Библия От Самой Первой Страницы Вся Библия Это Возвращение Благословения И Удаление Проклятия Аллилуйя Чтобы Оно Снова Было Как Оно И Должно Быть И Чтобы От Этого Уже Двигаться Дальше Христос Был Сделан За Нас Проклятием Ибо Написано Проклятся К Висящий На Древе Дабы Благословение Авраамова Через Христа Иисуса Распространилась На Язычников Или Распространилась На Народы На Всех Остальных Нас Чтобы Мы Могли Стать Наследниками По Обетованию Какому Обетованию Обетованию Которое Бог Дал Аврааму Послание Галатам 3.8 Библия Говорит Писание Провидя Предвозвестила Аврааму В Тебе Благословятся Все Народы Аминь Это было Божьей целью Это то Что Он Намеревался Сделать И последние 6 тысяч лет Хранят Записи Его Дел Его Слов Его Обетований И Заветов Чтобы Вернуть Это Благословение Назад И Это было Сделано Иисус Обеспечил Его Вам Остается Лишь Выбрать Ходить В Нем Оно Принадлежит Вам Так же Как Принадлежало Адаму Так же Как Принадлежало Адаму Слава Богу Аллилуйя Аминь Выбрало Стоять На Слове Божьем И Его Обетованиях И Это Выбор Чтобы Пребывать В покое А не Чтобы Волноваться И Беспокоиться И Я знаю Что Вы Не Всегда Понимаете Куда Все Это Ведет И Вы Не Всегда Знаете В Каком Направлении Все Идет Но Вера В Бога Говорит Бог Ты Знаешь В Каком Направлении Все Идет Поэтому Я Выбираю Покоиться В Тебе Я Выбираю Покоиться В Твоем Слове В Данных Тобой Обетованиях И Патриция Со Своим Мужем Джоном Были На Благословение У них Была Возможность Уповать На Господа Всем Что У них Было И Теперь У них Обоих Есть Прекрасная Работа Слава Богу На Сегодняшней Передаче Вы слышали Как мой Дедушка Каннет Копланд Говорил О том Как Бог В самом Начале Высвободил Благословение Но После Того Как Адам И Ева Ели От Того Дерева Потребовался Новый План И По этому Плану На Став Проклятием И Он Взял На Себя Это Проклятие Чтобы Нам С Вами Не Нужно Было Этого Делать И Он Сделал Благословение Доступным Благословение Авраама Теперь Доступно Нам С Вами Чтобы Мы Могли Выбрать Его И Ходить В Нем Сегодня Я Знаю Что Многие Из Вас Планируют Я Знаю Что У Вас Есть План На Следующие Пять Лет На Следующие Десять Лет А Как Насчет Плана На Десять Дней Как Насчет Следующего Дня Вашей Жизни Составьте Для Себя Десятидневный План Благодаря Которому Вы Начнете Ходить В Финансовом Прорыве О Котором Многие Из Вас Верят Богу Такой План Поможет Вам В Каждой Сфере Ваш Жизни Поэтому На нашем Сайте Присоединяйтесь К нам Снова На Передаче Победоносный Голос Верующего На Следующей Неделе Это Будет Для Вас Благословением Я Джереми Пирсенс Напоминаю Вам Что Бог Любит Вас Мы Любим Вас И Как Всегда Говорят Мои Бабушка С Дедушкой Иисус Господь